Всем привет! У нас сегодня будет болталка, у меня такой просто крик души, если так можно это назвать. У меня участились очень комментарии практически, под каждым видео уже несколько штук бывает о том, что истории, когда моих девочек подписчатся, я зачитываю. В основном, конечно, 95% какие-то негативные, потому что девочки хотят совета, они именно в трудной ситуации не знают, как найти выход, что делать, они ждут помощи какого-то совета от меня и от вас в комментариях. Очень комментарии ваши помогают. Девочки мне пишут потом на почту письма, что-то поясняют в видео, если что-то там не так написали во время письма, что-то подумали, упустили или еще что-то, какие-то корректировки объясняют что-то. Очень часто благодаря, что или я так же думала, да, вот комментарии и вы меня убедили в том, что вот мне дали силу, короче, наша с вами работа в этих видео-комментариях, то, что мы даем, если девочка тоже об этом думала, мы либо закладываем зерно размышлений каких-то, мнения со стороны, да, говорим, либо девочка, наоборот, если она так же уже думала, мы им даем стимул, силы и тот волшебный пинок, который помогает в развитии, в этой ситуации, она, когда за, это в принципе понятно, когда за твоей спиной сотни человек, женщин, которые понимают твою ситуацию, поддерживают тебя и говорят вот эти слова поддержки, это придает невероятные силы, когда в этот момент ты морально устал или еще ты уже не можешь с этим воевать или ты просто запуталась, ты не можешь разобраться, тебе вот это как лучик света какой-то получается, направление тебе это дает и стимул для того, чтобы решить эту проблему, улучшить свою жизнь, поэтому эти видео просто бесценны, я вам за них благодарна, что вы проявляете в них активность, вам интересно эти истории слушать, ну вот, чему я начала, под этими видео появляются комментарии от разных людей, такого, если вкратце брать, содержание, вот, благодаря таким видео я поняла, что жизнь за границей, за морем, называют или конкретно в Турции, не такая счастливая, там не все так круто и хорошо, лучше я буду сидеть у себя дома, ничего в жизни менять не буду, или там не такая уж, вот это все очень часто, вот не такая уж ваша турецкая жизнь-сказка, что-то вот в таком роде, то есть это ощущение, что людей разочарование есть, то, что жизнь в Турции или за границей, ну в самом Турции, за морем это называется, морская тематика почему-то, в общем, это жизнь за границей в Турции, она сказочная, волшебная, тут просто на деревьях растут бананы, деньги, плюшки, мужики здесь все мачо-красавцы, все женщины сидят, не работают, проблем ни у кого-ка никаких нет, и, короче, такое разочарование, когда послушают истории, вот эти какие-то негативные под текстом, что все не так хорошо, а сколько каких плохих историй, и все. Я это когда читаю, я понимаю, почему это происходит, но мне всегда очень интересно, что у меня аудитория девочек и женщин, ну и девочками как-то все проще, да, по привычке, но женщины, у меня взрослые, это от 25 в среднем, ну 20 лет тоже есть, даже 18 есть, но это просто маленький процент, там процентов 6 всего подписчиков, от 25 до 40-45 лет, 35 костяк, вот 30-40 лет, это самый главный костяк моих подписчиц, то есть девочки вообще взрослые, состоявшиеся, уже кто-то в разводах, у кого-то есть дети, то есть адекватные абсолютно люди в жизни, это самый такой еще активный период, да, в работе, в жизни, в социальном, в общественном плане. И я вот всегда думаю, девочки, в таком возрасте, как можно вообще думать, что где-то за границей лучше, где-то медом помазано, где-то на деревьях булки с деньгами, там с бананами, с продуктами, все сразу на деревьях растет, ничего прикладывать усилия не надо, подошел, сорвал. И мужики мачо, и все они такие классные, крутые, не обманывают, или еще что-то, такое. Ну что за бред? И когда мне такое пишут, что вот я разочаровалась, какое бы, ай, не так-то, у вас там в Турции все хорошо, а кто говорит, что хорошо? И вот мне в комментариях таких иногда прослеживаются такие слова, типа вот я вас всех блогеров турецких смотрю, все так классно, красиво поют, а вот когда до дела доходит до вот таких историй конкретных, типа чем они ценны и полезны, вот оно как на самом деле, вот все вы блогеры меня обманываете, все вы врете. Вот так все ощущение складывается, что всем блогерам, блин, Турция, как государство платит деньги, мы все пропагандируем и говорим приезжай, давай, булки на деревьях растут, мужики вот такие они, вечное лето, никаких проблем нет, без тебя тут очень плохо, тебя нам здесь не хватает, давай, как будто, блин, мы переманиваем людей, я не знаю, никто ничего не платит, и такой задачи я вообще не держусь и так себя не веду. То есть то, что вы вкладываете, хотите видеть каким-то образом, да, ситуацию, этому вы придаете значение, вот так воспринимаете, ваш мозг воспринимает информацию, вы хотите видеть, что где-то хорошо, потому что у вас дома то, что у вас происходит в вашей жизни, вам не нравится, для вас это плохо, и вы пытаетесь себя убедить там, что где-то хорошо, там, где нас нет хорошо, вот классная фраза, да, нигде не хорошо, елки-палки, кто вам говорит из блогеров, что здесь нет никаких проблем, никаких финансовых, экономических, почему вы думаете, что здесь мужчины не изменяют, или изменяют, не изменяют женщины, все прочее, здесь такая же жизнь, как в любой другой стране. И честно говоря, вроде взрослые все люди, ну что за бред вообще, как можно, блин, думать, что где-то вот все сказка, а у меня жизнь плохая. Я понимаю, почему вы это делаете, но просто сама вот эта мысль, что где-то хорошо, а у меня просто плохо, это неправильно, везде вы вокруг себя создаете то, что для вас хорошо, вот эту ауру людей вы ищите, все вашими руками, ваша жизнь создана, примите уже ответственность за свою жизнь к себе, примите за нее ответственность, короче говоря, возьмите свою жизнь в свои руки. Вы можете найти такого же прекрасного мужчину или еще кого-то у себя на родине, к этому просто относиться надо лучше, по-другому. И когда была вот ситуация там про ребенка, что мужчина забрала ребенка в обмен там на развод и все прочее, вот в вашей Турции детей забирают, а вот за границей, то что типа границы, юридические это всякие вопросы, по-другому типа решаются, и вот в России ребенка всегда матери оставит, это хорошо, а вот за границей могут в пользу отца отсудить, или там вот в Турции только для отца, потому что он гражданин, а ты никто. Боже. Если ты вот, касаемо вот этих всяких судов разводов, живет в Турции, получи гражданство, иди на работу, если ты будешь судиться за ребенка, тебе тоже его оставят, тебе должны быть просто тупо средства, и какие-то там финансовые этические гарантии того, что ты будешь содержать ребенка, он не будет бедствовать. Вот и все. Начинается с чего? Что когда вы переезжаете, делайте себе гражданство, выходите на работу, и будьте полноправным членом общества в Турции, чтобы у вас ребенка при разводе, мужа не отсудили, потому что у него есть деньги, зарплата, у вас ни черта нет. Вот, собственно, к чему-то приводится. А вы просто не в курсе, вам по телеку, федеральных каналов рассказывают, как все плохо на Украине, как все хорошо в Крыму, как плохо в Китае, там, китайские грибы, вот эти все дела. Вам вот это рассказывают. Вам не рассказывают о проблемах страны, которые сейчас происходят. Вам не показывают истории. Вы видели только истории, которые были знаменитых людей, типа у Яны Рыдковского, всяких футболистов, всех прочих, как они делят, прячут, воруют детей. В России все то же самое происходит. Я вам пример этого. Меня папа при разводе с мамой воровал, шантажировал. Все было точно так же. Он, я говорила, я тебя упеку в психушку, подделаю документы. Он меня воровал физически. Меня мама забирала у него, когда он меня хотел вывезти в Америку. Это все тоже было. Вот я уже выросла. Вы же это по телеку не видели. Вы просто не в курсе таких историй. Это просто не транслируют публично. Когда говорят, еще вот это мне просто вырубает. Вот таких, под такими историями тоже часто пишут, что вот турки, они все лживые, такие-сякие плохие. Или все альфонсы. Блин, вы таких просто мужиков себе ищите. Где вы их ищите? На всяких сайтах знакомств и в отелях. Ну, это определенные категории людей. Давайте будем говорить о стране в общем. Что здесь есть нормальные, как и у вас, и везде мужчины. А в России на сайтах знакомств одни, блин, просто мужики, которые готовы встречаться и иметь семью, детей. Ну, что за бред? Или вот турки вот в интернете, они все вот такие. В вашей стране такие же мужики в интернете, правильно? Не только в Турции. И если вы говорите, вот в отелях, там в магазинах или еще где-то, где вы знакомитесь, как турист с мужчинами. Но, блин, у них потоки женщины тут сотни, тысячи днями, месяцами за сезон проходят. О какой серьезности можно вообще говорить? Конечно, вы там у него не одна и не единственная. И вот я всегда думаю, вот девочки, когда к вам вот так вот подкатывают какой-то мужик на улице в курортной зоне, так вы думаете, до скольких он сегодня уже вот так вот подкатывал? Молдова, сколько у него, штук 5-6 было проходящих мимо мишеней. Вы не первая сегодня уже. И завтра их сколько будет, и вчера их сколько, и позавчера было. Почему вы думаете, что у него будет одно-единственное? Потому что он в WhatsApp потом это пишет. Он сейчас написал в WhatsApp и пошел дальше знакомиться с другой. То есть есть истории, когда знакомятся так всякие отельные, все прочие сотрудники, замуж выходят, женятся все. У меня есть подписчица, с которой я общаюсь, у нее муж работал в отеле, он был официантом. И он всю жизнь так работает, это его работа. И он нормальный, семейный, не гулящий никакой. Но вы поймите, он достойно хорошего мужчины. Ей повезло. Она смогла, во-первых, так сложились звезды его встретить. Он к ней себя, он себя к ней расположил, так бы, скажем так, ее. Она ему поверила, переехала к нему с ребенком. И он взял за себя ответственность за них. Он их содержит. Она там тоже как-то работает что-то. У них родился еще ребенок, еще дети у них есть. В общем, это просто человек хороший. И ей с какой-то части повезло его встретить. Вовремя сошлись звезды. Но это исключение из правил. И не надо думать, что ваша история будет как вот это. Потому что, к сожалению, 100%, допустим, вот таких, как он, 3% всего лишь. Вот и все. Зачем, короче, девочки, я вам так скажу. В других странах нигде не хорошо. Везде есть свои проблемы. Все мужчины во всех странах изменяют, не изменяют. Есть, которые есть хорошие семьи, есть плохие. Кто любит детей, кто не любит, кто разводится, кто ворует детей, не ворует. Все это есть вокруг вас точно так же. И так же есть всякие психи, маргиналы, алкоголики, наркоманы. Это есть везде. В общем, меня просто наболело. Я должна была высказаться. Так что жду ваших комментариев по этому поводу. Что вы думаете? У меня вот такие размышления. Жду ваших комментариев. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok